здравствуйте дорогие друзья сегодня мы в зеленограде за моей спиной концертный зал в котором вечером состоится шоу легендарной группы пикник мы приехали пораньше чтобы зайти за кулисы и посмотреть как идет подготовка концерту расскажут и покажут свою работу мне настоящий профессионал своего дела они работают в компании который занимается техническим обеспечением многих звезд в нашей стране делают это давно хорошо и в промышленных масштабов можно сказать что это настоящий завод компания так и называется завод шоу но не будем терять времени пойдемте за кулисы ты снова идешь не наслужив меня до конца порой мне кажется нас разделяет река лучше мне не за чай сказать прощай и не ждать твоего звонка мой телефон мой телефон нет я не шучу нет я не шучу и не думаешь так первый человек который мне встретился на сцене здесь уже все готово концерту администратор компании завод шоу артем перепелкин артем расскажи пожалуйста в чем технические особенности именно этого шоу шоу группа пикник технической особенности шоу групп пикник это не не только звук качественный не только качественный свет но также это множество декораций это видеоряд который используется парке двух проекторов и музыканты конечно понятно расскажите пожалуйста состав команды технического обеспечения от компании завод шоу сколько человек то что делает от компании зовут шоу в туре ездить четыре человека это инженер по звуку это техник по звуку инженер по свету и техник по свету как строится ваш типичный рабочий день в туре во сколько приезжает трейлер открылись двери вот расскажите пожалуйста ваш рабочий день рабочий день начинается с девяти утра в девять утра мы заезжаем на площадку идет разгрузка с 9 до 10 час часа хватает как правило для разгрузок бывают сложные площадки на которых используется и тельферы есть площадки и с лестницами где мы привлекаем непосредственно уже там грузчиков от в городе в котором находимся после разгрузки приступаем к монтажу у нас монтаж осуществляется с 10 утра до часа дня до 13 часов 13 часов как правило сцены готовы уже встречи технической группы команды группы пикник отлично то есть у вас уже обработанный механизм три года вы работаете да ну что ж желаю вам удачи сергей скажи пожалуйста, с чего начинается сочинение нового шоу, как оно происходит? Ну, это начинается как бы, мы летом отдыхаем и вот в июле начинается у ребят там разработка нового действа, нового шоу. Они составляют план песен, присылают мне трек, саундтрек, я все это слушаю, какое настроение, темп, как обычно, да, в любой песне, вот. Ну и какие-то начинаются рождаться идеи световые, да, вот. Потом, когда уже какая-то концепция света есть, начинается уже тогда движение, то есть по темпу, по динамикой, как это все движет, происходит эффект. Обрастает мясо. Обрастает мясо, да. Вы пользуетесь визуализаторами, чтобы проверить свои идеи, там, лайт-клонности? Да, да, помогает, да. Ну, так посмотрим, да. Потом у нас проходит, перед туром мы делаем репетицию, где это все смотрим на сцене, проходит у нас шоу, там, ну, все, все наше шоу проходит от начала до конца, артист там, который у нас выступает. Ну, как генеральные репетиции. Да, да, это мы все проходим, смотрим. Ребята вносят свои изменения, что-то говорят? Ну, нет, ну, конечно, 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 есть пожелания. Всегда есть пожелания, что-то кого-то там надо подсветить вот в этом моменте, в этом, в этом. Шоу сочинено, оно по ходу своей жизни. Как живет? Туда вносят какие-то изменения? Конечно, 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 вносятся. Ну, от начала тура и уже до конца тура уже что-то меняется, постоянно что-то меняется, конечно. Площадки везде разные, где-то удобнее, где-то неудобнее. Как вам удается сохранить концепцию шоу? Ну, у нас сейчас, ну, благодаря пультам, которые у нас есть, которые могут сохранять шоу, это все сохраняется, а просто на площадке, когда разные у нас прокатчики, мы просто меняем приборы, это есть такие свойства в пульте, да. Ну, и вот так, ну, где-то там подписываем сценки, какие-то там положения, все, а в основном все остается у нас. Ну, и напоследок расскажите о ваших, я никому не расскажу, это наш секрет, о ваших фишках, да, вот, что вы такое вот умеете делать, то, что никто не умеет. Ну, это я не знаю, никто не умеет или умеет, не знаю. Эффекты, как бы, и динамика, это, в принципе, оно везде. Вот я смотрю, ну, какие-то есть у кого-то, какие-то изменения, ну, в принципе, мы все пользуемся одним и тем же. Конечно. Да? Какие-то движения там. Главное, да, в этом плане вот главное их правильно использовать вовремя, чтобы это было в тему, вкусно сделано. И, конечно, свет, подбирать свет, вот, ну, самой песни настроения, да, какое, то есть, как бы характер песни знать, да, и вот, вот в этом, когда, когда вот эту палитру делаешь, чтобы, ну, не переборсить, не навредить или, наоборот, где-то побольше дать. Вот, вот в этом-то. Ну что ж, Сергей, спасибо. Я думаю, что многие узнали о нашей профессии сейчас гораздо больше. Спасибо. Друзья, чтобы машина шоу-бизнеса катилась в нужном направлении, не застревала и не спотыкалась, здесь существует инженер, который отвечает за весь этот механизм. Алексей, расскажите, пожалуйста, в чем особенности оформления, решения технического этого шоу? Что касается декораций конкретно, здесь есть фонарь подсвеченный и есть орган. Орган подсвечен с трех сторон. Это контровая и две спереди у нас точки подсветки. К органу, помимо прочего, подключена дым-машина, которую художник по свету запускает в определенный момент и получается, как будто бы орган дымит. То есть там специальный воздухопровод, так назовем его, по которому дым поднимается вертикально вверх и, в общем-то, достаточно эффектно смотрится из зала во время концерта. Помимо этого используется видеопроекционное оборудование. Здесь два проектора, которые сшиваются в одну картинку. Используется медиасервер, который управляется по тайм-коду и запускается видео синхронно с музыкой. Получается, что артист поет, а за ним картинка повторяет его, так скажем, движение и все остальное. Ну, то есть, как бы клипы синхронизированы полностью с реальным временем и получается, ну, тоже смотрится очень красиво. Хотя вот у других артистов я встречал тоже такие способы визуализации, но многие говорят, а что артист работает под фонограмму? Ну, то есть, люди думают, ну, то есть, не знают о таких технических нюансах, думают о том, что просто идет, грубо говоря, песня там с ноутбука. Ну, как бы маленькую лекцию готовы рассказать. Ну, конечно, да, всегда рассказываю, объясняем, как это все сделано на простых словах, простых примерах. И вот, очень классное решение, меня заинтересовало еще два года назад, когда я начал работать с этой группой. Я не знал технических решений, вот, начал интересоваться у ребят, потом в интернете, у коллег. И, в общем, сейчас тоже используем тайм-код и прочие способы синхронизации в шоу других, когда мы работаем. Например, я работал художником у Бориса Менсеева, и там мы тоже использовали тайм-код. У нас стоял ноутбук, который выдавал в Q-Lab видеоконтент и звуковой контент. И также он выдавал меди-тайм-код, который мы подключали в световой пульт. И уже, как бы, использовали там по назначению, запусканию всевозможных хоккей-листов и прочего. Ну, что ж, можно с уверенностью сказать, что с таким инженером шоу не пропадет. И так, друзья, мой собеседник, бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчевный. Марат, расскажите, пожалуйста, у вас очень интересное оформление на сцене. Как оно придумывается? Кто его сочиняет? Ну, это не первый раз у нас такое оформление. Группа «Пикник» традиционно уже несколько десятилетий выступает. Не только музыкальная какую-то историю, но и какое-то шоу. Это повелось с самых первых концертов, которые были еще в 80-х в питерском ЛДМе. И вот до сих пор это все работает. Каждый год мы придумываем какую-то новую программу, исходя из каких-то там задач, допустим. В этом году называется программа «Большая игра». Она появилась от одноименной песни. Новая песня была записана прошлым летом. «Большая игра». И такое громкое название «Большая игра». Хорошее название для тура мы решили. И под этот образ, под эту историю мы стали придумывать какое-то шоу. Если конкретно про это шоу говорить, то у нас есть самое главное такой кибернетический квази-орган, который многофункциональный. Несмотря на то, что у него всего четыре клавиши, он может варить напиток. Там кранчик есть. Когда он варит напиток, из него варит дым какой-то. Но это все, все эти вещи, они как бы, не знаю, вот есть такой научный термин, называется «превосходство образа». Человек всегда лучше воспринимает, запоминает и тексты, и звуки, и все что угодно, когда есть какой-то образ визуальный. Вот. И таким образом, я думаю, что вот это шоу, оно усиливает восприятие и позволяет людям запомнить музыкальный материал гораздо лучше, чем если бы этого шоу не было. Очень интересно. Я знаю, что Эдмунд еще и художник, по-моему, того, что музыкант. Он принимает участие в формировании сценографии? Ну, как же. Все, что вы видите на сцене, да, это рождается сначала там в основном в его голове, как художник. Допустим, этот орган сначала был нарисован там авторучкой какой-то там, где-то там это самое. Потом мы отправили нашему там колумбийскому художнику, у нас колумбийский художник. Вот. Он рисовал уже все это там в трехмерочке. Потом мы дали уже задание там каким-то мастерам, которые все это воплощают. Но вначале, да, Эдмунду как художнику приходят в голову какие-то идеи, какие-то картины. То же самое и задник. Вот видите, эти фигуры. Их рисовали в Уфе художники в студии Муха. Но опять же набросок был у Эдмунда. Потрясающий видеоряд, кстати. Да, видеорядом я занимаюсь. Это примерно уже 10 лет такие эксперименты у нас с видеорядом. Опять же, потому что это усиливает какое-то восприятие музыкального, этого истории. Главное задачи видеорядов – быть красивым. Вот. Насколько это удается, не знаю, надо у зрителей спрашивать, но здесь не надо мудрить там ни с сюжетом, ни с чем. Здесь главное сделать, чтобы это было красиво, чтобы этот отпечаток в памяти был, ну, такой позитивный, чтобы человек с удовольствием вспоминал то, что мы видим. Спасибо вам за ответ. Удачный концерт. Субтитры подогнал «Симон»!